Энергоэффективное решение отопления и горячее водоснабжение многоквартирных домов. Поквартирные системы отопления. Для 40% многоквартирных домов характерны нарушения горячего водоснабжения. И все это на фоне постоянно растущих платежей за услуги ЖКХ. Нам нужны долгосрочные системные решения, нацеленные на то, чтобы люди получали качественные коммунальные услуги по приемлемым и понятным целям. Модель управления многоквартирными домами необходимо совершенствовать. Жилищно-коммунальная сфера должна стать современной, эффективной отраслью. Поквартирные системы отопления – выгодная альтернатива централизованной системе отопления. В условиях сурового российского климата задача отопления имеет огромное стратегическое значение. Рассмотрим недостатки централизованного отопления. Потери поставок тепла составляют более 30%, что наносит существенный ущерб экономике жилищно-коммунального хозяйства. Централизованное отопление жилых кварталов огромными котельными уже нецелесообразно. Потери тепла из-за удаленности котельных, износ тепловых сетей и котельного оборудования, бесхозяйственность жильцов – все это расходы и головная боль государства. Последствия аварий теплосетей и котельных в наши холодные зимы имеют катастрофическое значение. Авария в централизованной системе приводит к отключению тепла всех домов квартала. Существует быстрое и дешевое решение проблемы – поквартирные системы отопления. Во всем мире уже давно поняли выгоду от индивидуального отопления. Япония – 100%, Италия – 80%, Канада – 90%, США – 65%, Германия – 80%, Южная Корея – 100%. Для реализации поквартирного отопления необходимы только газ и холодная вода. Жильцы охотно берут на себя ответственность в обмен на комфорт европейского уровня. Рассмотрим преимущества поквартирного отопления. При поквартирном отоплении расходы государства отсутствуют. Ремонт и экономия тепла полностью ложится на плечи жильцов. Безопасность. Авария в одной квартире с поквартирным отоплением не затрагивает другие, в отличие от централизованной системы отопления. Комфорт. При понижении уличной температуры в поквартирной системе жильцы сами включают отопление. Экономичность. При переходе на поквартирное отопление расходы потребителя на коммунальные услуги вдвое ниже в сравнении с централизованным отоплением. Экономия потребителя при поквартирном отоплении. Балтгазгрупп предлагает рассмотреть стоимость перехода на поквартирное отопление в расчете на семью из трех человек для двухкомнатной квартиры площадью 50 квадратных метров. Мы можем смело утверждать, что стоимость перехода на поквартирное отопление составит сумму от 80 тысяч рублей. За счет экономии оплаты коммунальных услуг окупаемость составит от трех до пяти лет. Балтгазгрупп, оценив острую проблему в жилищно-коммунальной сфере, с 2005 года успешно выполняет задачу по производству энергоэффективного оборудования для рынка России. На данный момент поквартирные системы отопления являются нашим приоритетным направлением деятельности. Мы реализуем весь комплекс услуг по установке систем поквартирного отопления, производства, поставка и установка оборудования, сервисное обслуживание, гарантийный и постгарантийный ремонт. Производственную деятельность Балтгазгрупп осуществляют два крупнейших предприятия газовой отрасли России. Завод «Газаппарат» город Санкт-Петербург и Армавирский завод газовой аппаратуры. Котлы и колонки создаются на современных производственных линиях, оснащенных итальянским оборудованием в соответствии с европейскими стандартами. С учетом мирового опыта специалистами компании был разработан и внедрен модельный ряд газовых котлов для поквартирных систем отопления. Срок службы газовых котлов «Балтгаз» более 12 лет. Вся наша продукция соответствует мировым требованиям надежности и безопасности. Котлы «Балтгаз» обладают высокой энергоэффективностью с КПД более 92%. «Балтгазгрупп» – качество побеждает! Одно из важных направлений работы в сфере ЖКХ сегодня – снижение затрат на транспортировку энергоресурса. В области закрываются нерентабельные котельные и строятся новые автономные источники тепла. А многоэтажки в сельских районах переводятся на поквартирное отопление. Все подготовительные мероприятия жестко контролируются региональным правительством и общественностью. Репортаж из Светлоярского района. «Замерзали и глотили. А теперь и тепло, и экономно». В январе в квартире у Татьяны Сиденко появился газовый котел. А с ним тепло и горячая вода вне зависимости от времени года, погоды за окном или отопительного сезона. «Это такая радость, которую, я не знаю, не передашь, наверное, и, может быть, и городскому жителю не так это понятно, потому что только газовые баллоны стоили, эти неподъемные, тяжеленные, его надо принести, занести, включил, не прошло, и там месяц он заканчивается, запах, гарь. Ну, это, я же говорю, это просто у нас как было до войны, после войны, так у нас до газа, после газа. Очень рады». До газа этот восьмиквартирный дом в селе Червленое Светлоярского района отапливался от центральной котельной, которая работала на жидком топливе. Содержать такую махину для муниципалитета было хлопотно и дорого. Ежегодные потери для сельского бюджета здесь доходили до 6 миллионов рублей. К тому же жители пяти подключенных котельных многоэтажек постоянно жаловались на холод в квартирах. «Жалобы были, потому что, ну, сами понимаете, с котлы старые выходили постоянно из строя теплотрасса старые, постоянно порывы на теплотрассе, теплодача котлов очень низкая, и температура в квартирах, конечно, не соответствовала нормативу. Этой котельной уже 30 лет. И головная боль была ужасная». В этом году старая нерентабельная котельная в Червленом закрывается. Жилые дома, обеспечивающиеся теплом от этого объекта, переводятся на так называемое поквартирное отопление. Всего старая котельная обслуживала пять домов. Два уже с января получают тепло по новой схеме. Еще в трех домах или в 112 квартирах устанавливаются двухконтурные котлы. Благодаря новым технологиям уже до начала отопительного сезона люди смогут получать тепло в том объеме, в котором захотят. Кроме того, в квартирах появится горячая вода. И самое главное, стоимость ресурса будет снижена почти вдвое. «Вот где мы находимся, в Червленом, вот это последнее уже. 112 квартир, три дома. Будет перед дном. И проблем с отоплением у жителей не станет». Это стало возможным благодаря долгосрочной областной целевой программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности, которую реализует правительство региона. «Программа энергосбережения областной энергоэффективности, она стоит на особым контроле в правительстве и у губернатора. Она будет продолжаться в этом году не только в Светлоярском районе, и в других районах области эта программа реализуется». На мероприятие по энергосбережению в этом году правительство Волгоградской области направляет 142 миллиона рублей. Выделенные ассигнования будут потрачены на переоснащение шести старых объектов, строительство четырех новых автономных источников тепла и замену магистрали. Кроме того, на индивидуальное отопление переключат сразу 60 многоквартирных домов или 738 квартир в разных районах области. Спасибо за внимание.